Уходящий год для телекомпании «Эфир» прошел под знаком 30-летия. В последние дни уходящего года мы решили провести серию встреч с популярными ведущими нашего канала. Говорить о работе, о достижениях и планах на будущий год этим утром будем с ведущими информационного часа на телеканале «Эфир» Альбиной Ассалгараевой и Дмитрием Аверкиевым. Доброе утро, коллеги! Доброе утро! А 30 лет компания «Эфир» укрепляла свой потенциал, так сказать, и завоевывала доверие огромной аудитории. Какая роль в этом процессе была отведена новостям, новостному блоку? Мне кажется, Дмитрий Сергеевич Аверкиев ответит, так как он все-таки директор радиоблога. Спасибо. Но год мы знаем, что он был очень непростой, насыщен событиями и очень такими тревожными событиями в такое, конечно, время. Все стремились получить информацию из первоисточника. Все-таки люди доверяют телевидению, несмотря на присутствие и социальных сетей, и интернета. Все равно, как мы видим, люди черпают информацию и достоверную информацию из телевидения, из телевизионных программ информационных. Поэтому, конечно же, внимание было приковано к новостям, и здесь на нас была большая ответственность по поводу того, чтобы донести правильную информацию без перегибов, не сваливаясь в эмоциональную окраску какую-то, да, а дать людям действительно ту информацию о том, что происходит. Люди доверяют не просто телевидению, а люди доверяют телеканалу «Эфир», я бы так даже сказала. Вот что изменилось в вашей работе за эти годы? Я работаю на «Эфире» два с половиной года. И вот что за это время изменилось, даже вот за эти два с половиной года, изменилось многое. Жизнь меняется, все очень динамично, и телекомпания «Эфир», она тоже очень динамичная. Например, даже с точки зрения оформления новостей у нас поменялись заставки, какое-то техническое перевооружение, постоянно какие-то новые форматы мы ищем. «Эфир» — это народный телеканал. Вы знаете, у нас вот такая ситуация, у нас любой телезритель, житель города может позвонить директору, я не знаю, как они дозваниваются до него напрямую. И бабушка звонит ему и говорит, вы знаете, у меня там счет фактуры превышен. И человек, который еще помимо этого, он разговаривает с ней, он ее выслушивает, он пытается ей помочь максимально. И вот мне кажется, вот в этом есть секрет, вот этот вот народный секрет телеканала «Эфир». Я хочу поблагодарить наших зрителей, на самом деле, во-первых, за доверие, то, которое нам оказано, и мы стараемся на протяжении всех этих лет держать марку. И действительно, мы общаемся, это не просто дежурное какое-то общение, мы там вот только в телевизоре такие. Нет, на самом деле, люди приходят, на улицы подходят, люди просто действительно дозваниваются. На телекомпанию постоянно приходят люди, да? Совет спрашивают, кому-то что-то подсказать, где-то направить, поговорить просто иногда очень важно, выслушать, потому что есть люди одинокие, есть люди, которые не могут просто достучаться до кого-то. И действительно, мы иногда, может быть, что-то и не доводим до сюжета, да, но мы по-человечески человеку стараемся помочь как-то облегчить его жизнь. Дмитрий, на празднике, посвященном 30-летию телекомпании «Эфир», вы предстали привычным вам образу телеведущего, но при этом вы пели и танцевали. А часто ли вы поете и танцуете, вообще используете свои, так сказать, артистические способности в работе? Вне кадра постоянно, но на самом деле нет, это был такой очень большой эксперимент, и мы на него как-то вот так пошли дружно. Мы действительно были такие, какая-то творческая такая, отдушина тоже. И для нас в том числе, что-то спеть и попробовать себя в хореографии, ну, было интересно на самом деле. Мы пробуем себя иногда вот в разных амплуа. А как интересно было смотреть на вас, когда вы были на сцене, вы не представляете. Особенно ниже пояс. Это особенно. Давайте о планах, наверное, да, профессиональных на будущее, в конце нашей беседы поговорим. Не просто, потому что мы еще вот год не завершили, мы еще пока вот на самом деле мы находимся вот всегда в ощущении настоящего. Каждый день, каждый день вот этот нерв, и думать, у нас сегодня очень много задач, и думать о том, что будет завтра, мы пока сложно, потому что новость это здесь и сейчас, да? А я напомню, два года назад никто еще даже не думал, что мы будем носить маски. Конечно, безусловно. Мы строили планы, но все пошло немножечко не так, поэтому мы предпочитаем находиться, наверное, здесь и сейчас. Альбина, Дмитрий, спасибо большое, что вы были с нами этим утром. Я думаю, в таких интервью вы становитесь немножечко ближе, так сказать, к народу. Вам... Мы так близки, ближе нету, да, дозвониться можно до директора, мы же говорим. На распашку. Да, спасибо, что пригласили. Вам удачи, творческих побед и всего самого наилучшего. Спасибо большое. Ну что ж, наша программа продолжается, и впереди еще очень много интересного. Оставайтесь с нами.